Здравствуйте! С вами новости Жеревского района и я их ведущая Ольга Иванушкина. В Жеревском районе открылся Центр грамотности. На базе Межпоселенческой Центральной Библиотеки Жеревского района открылся Центр грамотности, в котором можно будет ознакомиться с большим собранием словарей, энциклопедий, поучаствовать в мастер-классах, лекциях и дискуссиях по русскому языку с участием ведущих филологов страны. Проект Библиотека грамотности реализует Фонд поддержки языковой культуры «Тотальный диктант» совместно с областными, краевыми и муниципальными библиотеками России. Торжественное открытие прошло 12 марта. В качестве гостей были приглашены студенты Жеревского колледжа сахарной промышленности. Главным спикером выступала Ольга Сусова, программный директор проекта Библиотека грамотности. Далее для гостей мероприятия была проведена интеллектуальная викторина на знание правил русского языка. Все ребята справились достойно, с легкостью выполняя подготовленные задания. Все те, кому интересен язык, а я думаю, что это практически все люди, потому что мы все на нем говорим, смогут теперь получить доступ к самым лучшим книгам, которые есть далеко не в каждой крупной библиотеке, а теперь здесь они тоже есть, смогут принять участие в международных акциях и проектах, одна из которых «Тотальный диктант». И думаю, что просто жизнь их станет интереснее, они не только смогут повысить свою грамотность, но и просто узнать что-то новое, познакомиться с интересными людьми. Это замечательно. 10 апреля Межпоселенческая центральная библиотека Жеревского района приглашает всех желающих поучаствовать в всемирной акции проверки грамотности «Тотальный диктант». Автор текста в этом году – знаменитый писатель и журналист Дмитрий Глуховский. Специально для участников акции он напишет 4 части текста диктанта. По словам автора, это будет живая история, полная эмоций. Мы надеемся, что в нашей библиотеке появится новая точка притяжения для людей, желающих больше узнать о русской культуре, русском языке и получить доступ к современным книгам. В Жеревской центральной районной больнице развернута работа по осуществлению вакцинации против коронавируса. В Жеревском районе продолжается работа в рамках добровольной вакцинации населения против коронавирусной инфекции. Процедура проходит по предварительной записи и рассчитана на два этапа. Первая прививка осуществляется строго после консультации с врачом. Вторую прививку пациент проходит через 21 день. Желающим пройти процедуру необходимо предварительно записаться по телефону 514-89-518-97 или оставить заявку на портале Госуслуг. У МВД России по Тамбовской области приняло участие в смотр-конкурсе коллективов художественной самодеятельности. Смотр-конкурс проводится в целях развития и популяризации музыкального творчества, усиления его роли в культурно-эстетическом воспитании личного состава, а также повышение престижа службы в органах внутренних дел. Данный конкурс проводится ежегодно. Сотрудники Жердевской полиции принимают участие на постоянной основе, своими силами, с привлечением пенсионеров МВД. Занимаем достаточно высокие места и некоторые номера номинируют на выступление в областном центре на галконцерте. Конкурс проводится по номинациям «Сольное пение мужской вокал», «Сольное пение женский вокал», «Авторская песня», «Вокальный дуэт», «Художественное чтение». Мы ищем свои ступени, и даже когда их найдем, из-за боязни и лени, зачем-то мимо пройдем. Мы пишем чужие мысли, и даже когда рассвет, мы вновь избегаем риска и ждем комфортный ответ. Ступени вниз, ступени ввысь, зависит, что ты в небо кинул. Счастливым быть или не быть, у тебя всегда есть выбор. Заявка на участие была успешно оформлена, а конкурсная программа была отснята при помощи умелых операторов Центра культуры и досуга. Выступление будет оцениваться по исполнительскому искусству. Держим для наших талантов кулачки и верим в их победу. На базе Дома детского творчества создано объединение для родителей «Родительская школа». Занятия в родительской школе проводятся с 2015 года. Регулярно, один раз в месяц, в сенсорной комнате в форме тренингов, психологических игр, фэш-мобов. Занятия проводят педагоги-психологи Ольга Вандушева, Ирина Ершова, а также руководитель муниципальной опорной площадки Оксана Высикова. Родительская школа внедрена во все базовые образовательные учреждения и филиалы района. К деятельности услуги привлечены педагоги, психологи, сотрудники полиции, медицины, работники социальных служб, центр занятости населения, комиссия по делам несовершеннолетних и подразделения по делам несовершеннолетних. 11 марта прошло одно из таких занятий на тему семейной традиции, которое подготовила и провела педагог-психолог Ольга Вандушева. Ольга провела интерактивную игру, в которой обучала родителей умение активно и дружелюбно вести диалог, проявлять уважение и доверие к близким, высказывать свое мнение и не давать оценку мнению других людей. Подобные мероприятия очень важны и направлены на повышение педагогической грамотности родителей, родительской компетенции в вопросах воспитания детей, расширение родительского опыта, установление доверительных отношений внутри семьи. Спасибо за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова